Вы думаете, мы не замечаем все эти постоянные комментарии? Где Макс? Где Макс? Где Макс? Отписка, все скатились, Макс был лучший. Мы решили, что мы хотим с вами обсудить эту тему, не хотим, чтобы она осталась в воздухе. Сразу хочется сказать, что мы с вами полностью согласны, и Максим был одним из лучших ведущих на этом канале. Макс, если ты смотришь, респект тебе, классно было. И нам, на самом деле, тоже очень нравилось то, что делал Макс, рассказывал то, как он объяснял. Мы сейчас с ним дружим, мы сейчас с ним общаемся, и всегда рады сотрудничеству с ним. Да, больше скажу, Макс был тем, кто вообще зародил идею, и на где шел в целом. Он позвонил другому Максу, мне сказал, слушай, а давай ролики на YouTube снимать, что это я вдруг? Точнее, было даже не так. Макс сказал, давай я буду снимать один, а другой Макс говорит, слушай, да ты один не справишься, потому что работы довольно-таки много. Давай еще подключим Макса Владимирова, то есть меня. И вот мы втроем начали снимать. И изначально так оно и было. У нас был только канал на YouTube, у нас не было школы, вообще не было ничего. И Макс, да, Макс был, правда, одним из тех, кто начал все это дело. Да, поэтому мы от всей команды, от лица всей команды хотим сказать Максиму спасибо тебе большое за то, что все это зародилось, и за то, что все случилось именно так. Но все же наши подписчики пишут в последнее время вопросы, где Макс, и, наверное, очень долго, да, год или полтора, помнишь, Анета, Анета еще шутила постоянно по этому поводу, типа, пишите хэштег, где Макс. И мы решили, что надо как бы поставить точку на этом вопросе. Мы должны понимать, что школы English Show не строятся вокруг одного лишь Макса, или второго Макса, или третьего Макса, или Артура, или Эдварда. И нет такого, что кто-то незаменимый, что вот был Макс на канале, что это его канал, такого не было никогда. Никогда не было такого, что я за что-то только одно отвечаю, и если я уйду, то школа закроется. Такого нету. То есть каждый из нас это был взаимозаменяемым рано или поздно, скажем так, оплотом этой школы. То есть я могу уйти через два дня, могу вообще, не знаю, что-то может случиться, и от этого школа не закроется, не умрет. И от того, что ушел с канала Макс, кстати, у него сейчас свои проекты на YouTube тоже, в Инстаграме вы можете его найти, его фамилия Мамедов, Макс Мамедов. От того, что Макс ушел, канал не закрывается, и канал никогда не принадлежал Максу, и канал не был единым целым с Максом. Никогда такого не было. Мы согласны с тем, что Максим очень много сделал для этого канала. Но если вы сейчас смотрите наши видеоролики, вы видите, что мы встали на новый путь, мы начинаем думать как-то иначе, по-другому смотрим на этот канал. Мы хотим показать вам, что мы на самом деле школа, и мы, это огромная команда. Да, у нас очень много людей, которые будут появляться здесь в YouTube. Это Антон, который... Мы, кстати, гордимся очень, что у нас появился такой человек в команде, который всю жизнь прожил в Америке, у него отличный английский. Вы однозначно можете многому у него научиться. Алену вы видели, часто она появлялась в видеороликах. Она сейчас в отпуске, скоро приедет. Тоже будете видеть ее. Максим, как бы я, мы что-то тут пытаемся развлекать вас и учить одновременно. Канал скатился ли без Макса? Однозначно канал пошел на спад. Наверное, не только потому, что Макс ушел. Вообще, в целом, все наши действия вели к тому, что канал мы немножечко повели не в то русло, и это заметно по статистике. И сейчас алгоритмы YouTube добивают канал. Это однозначно так. Но на самом деле, не то, чтобы мы как-то собрались сдаться, мы наоборот сейчас собрались нарастить темп, нарастить развлекательную часть, нарастить обучательную часть. И надеемся, что в скором будущем канал снова начнет подниматься, а не падать. И да, то есть не нужно написать, что канал без Макса скатился. Мы сами видим, что канал не в лучшем сейчас положении. Но мы сейчас собрались силами, чтобы вообще как-то продолжать. И если вы смотрели канал только из-за Макса, то, в принципе, если вы отпишетесь и как-то уйдёте в другие каналы, мы не расстроимся, не обидимся, ничего страшного в этом нету. Это ваше полное право. Да, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы вы начали смотреть наши новые ролики. И если вы хотите, можете отписаться и подписаться на новый English Show, на то, что сейчас здесь происходит. Макс на самом деле очень точно сказал, что сейчас так получилось с каналом. У нас больше трёхсот тысяч подписчиков, но, мне кажется, не одна сотня была подписана, когда был Макс. Да, и многие ждут именно Макса в роликах. Возможно, и не смотрят ролики из-за этого. И для Ютуба это выглядит не очень правильно, что ли. Ютубу кажется, что наши ролики не интересны нашим подписчикам. Поэтому мы очень просим вас, если вы не будете смотреть эти ролики, то, пожалуйста, отписывайтесь. Низлайк-отписка? Да. Канал скатился. Вот. Но если вы хотите дальше учиться с нами, следить за тем, что мы делаем, за нашим творчеством, то, пожалуйста, проявляйте активность, пишите комментарии, ставьте лайки. Всегда давайте нам обратку. Мы читаем все комментарии, отвечаем. Вы можете сейчас подписаться на наш Инстаграм, на наш Телеграм. С вами был English Show. Пишите под этим видео последний раз, где Макс. Ставьте лайк. Пока. Пока. Увидимся.